Ребята, всем огромный привет! Сегодня в этом видео мы вам покажем, как мы переделывали вот этот старый стол. В процессе увидите, какой он был и сейчас какой он стал. Сейчас год пропользовались. Я очень довольна, очень рада, что мы наконец его свояли. Будем продолжать дальше заниматься нашим старьем. Мы же его не можем выбросить. Как мы можем расстаться со своей той мебелью, которая нам дорога? Я вам показываю стол. Я собираюсь его немножко подреставрировать. Этому столу 18 лет. Он служил нам верой и правдой. Для того, чтобы сейчас его делать, мне нужно разобрать все, снять эту ткань. Работа предстоит большая. Короче, ну, нужно делать. Я его перевернула. Здесь, конечно, вот, типа ножек были. Все уже стерлось. Всего лишь 40 минут и почти очищено. Разобрала я. Раскрутила. Ну и что вы думаете, друзья? Открутила я вот эти вот гайки и всяко-разно мы пытались. Муж пришел сорвать вот эту штуку и никак мы ее не смогли сорвать. Уже ночь на дворе я мужу говорю, слушай, ну ты мне покажи, как этим пользоваться-то пистолетом. Ну, я как будто каждый день клею. Я ему говорю, чтобы он придавливал хорошо. Как-то мне нужно будет измельчать, помельче эти делать. Видишь, как красиво получается? Мне уже нравится. Клей-момент монтажный. Утром встала. Я показывала вам вчера, как мы приклеили. Тут все насмерть приклеено. Прошло у меня 2 часа времени. И вот, что у меня за это время, сколько я сделала, получилось. Это очередной клей. Это уже третий баллон. Показать, какой расшивкой я заполняю швы. Почему я ее принесла? Ей 12 лет этой упаковке. Замазала я. Так вот, теперь это у меня сохнет. Юра мне выпилил кусок фанеры. Мы новый низ сделали. Мы его подняли, вот на пол положили. Теперь надо перевернуть, посмотреть. А что переворачивать? Надо прикручивать. Отключаю край досточки, в который я буду вворачивать саморезы. Это называется стол женскими руками. Хотела сделать женскими руками. Но хорошо, что у меня есть плечо. Такое надежное. Короче, открутили мы вот эту вот ножку. Ну, которая... Как это называется? Площадка вот, на которой он стоял. Подставка? Да. Мы решили эту ножку внутри залить. А чтобы не заливать туда полностью бетоном. Ну, это же вообще-то очень много, и мы его потом вообще не поднимем. Вот мы сейчас наталкиваем туда этот пенопласт. Он там останется навсегда. Решили мы целлофан просто положить. А потом лишнее обрежем, когда застынет завтра. Забудем. Юра развел раствор. Аккуратненько, не стучи только. Маленько еще пенопласт сядет. Давай еще маленько сразу же размешаем и сюда зальем. И вот, ребята, что у нас получилось. И мы решили, Юра предложил, чтобы сразу прикрутить эту подставку. И вот капнули сюда, чтобы растеклось. Потому что она засохнет, бугорки будут, мы потом замучаемся ровнять. А пока все сырое, мы делаем вот так. Будем надеяться, что наш стол нам послужит лет 50. Вот так и проходят наши выходные. Сейчас, в данный момент, пилю плитку. Жена задумала сделать стол. Она задумала. А я тут пилю плитку. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. 30 лет и 3 года. Столба со столбовой дворянкой. Ну, наконец-то, Лариса приступила к заключительному, можно сказать, этапу. Ну, заключительный, конечно, будет еще вот здесь торец. Надо будет заделать. Да. Потом надо будет мне еще отрезать. Но Лариса приступила. Ну, давай, с Богом. Где она была? Ну, да, здесь. Такая края, видите, неровно маленькая. Сейчас я попытаюсь их отметить, потом отпилить. Легкими движениями руки наш ДСП-шный столб превращается, превращается в керамику. В керамогранит. Ну вот, крышку, наконец-то, Лариса свояла. Лариса. Да. При помощи Юры. Я уже ему сказала спасибо большое и подарила ему поцелуй. Да. Я говорю, страшно спросить, а что за два поцелуя надо сделать? Если за один поцелуй, крышку. Стола делаю. У нас наступило время затирки швов. Лариса шлифует уже. Заделали мы как могли. Ну, она уже говорила, если ошиблись, переделаем. Осталось нам сделать торец и торец вот внизу подставки. Ну, это, конечно, не заводской стол. Это хендмейт. Но все же мне нравится. Ну, ему страшно, эта окоемка не нравилась. И что вы думаете, он сделал? Он ее взял и ободрал. Вот, смотрите, как он и начал делать. Да, вот это такая, типа, замазки. Она называется расшивка швов. Можно не только швы расшивать, я вот решил. Так взял. Двухкомпонентные. То есть, два компонента смешиваешь. И получается такая вот твердая. Вчера я в 12 часов уже, даже, наверное, в первом часу ободрал. Кусочек сделал. Не знаю, мне понравилось. Единственное, что, наверное, надо было чуть побольше. Вот, а так неплохо. И вот, край уже не режется. Сразу прям чувствуется. Но это еще будет шлифоваться. Так как ранее было заклеено вот этой лентой, мне придется сошкурить. Сошкурить, а то... А 14, все хорошо. 15 грамм. О, смотрите, как точно. Теперь, чтобы здесь получилось 165 грамм, нужно ложить вот этой коричневой замазки. 167, 169. Получается у нас 1 к 10. Теперь надо тщательно перемешать. Молочка он помешал. Юра меня из помощника превратил в активного участника. Счастливая меня из помощника, потому что стол, это ее задумка. И получается, что делаем-то мы ее вместе, стол. Подчеркиваю, вместе, не по отдельности. Так вот и живем уже 32 года. Сейчас нам нужно вот таким валиком ее нанести. Здесь вот начал шлифовать, но неплохо получается. Валик надо, я думаю, побольше делать все-таки. Вот так вот, видите, получается, ровненько не невозможно сделать, потому что оно не как раствор. Раствор обычно раз, он друг к другу, ну, раствор к раствору липнет. А этот нифига. Каждая песчинка старается быть самой по себе. Ну, ладно, будем шлифовать. Что это делаешь? А жена говорит, пусть так и останется. Это у нас будет, как ты называешь это модным словом? Ну-ка. Хендмейд. Это как грибок. Это как кора, понимаешь? Ну, я не знаю, что это такое. Хендмейд это ручная работа. Ну, мне нравится, что шлифовать не надо. А так вот. И теперь вот этот торец мы сделали, самой столешницы. И вот видите, не очень красивый торец ножки получился. Здесь вот фанерка хорошая, вы видели, как мы ее прикручивали? Вот. А вот эту ножку, прежде чем заделывать, Лариса тут ее обклеила. И сейчас мы примерно вот такой кусок, ну, где-то четвертую часть, все это дело замажем. Это чтобы она не каталась. Стол стоял на месте так, устойчиво. Вот видите. Чтобы замазка, которую я сейчас буду заделывать, этот торец лучше схватилась с этим торцом, я сейчас здесь насверлю отверстие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера начали. За день не успели, потому что пока засыхало, пока выравнивали. Вот. Осталось раз, два, ну, примерно 50 сантиметров. То есть две трети замазано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут вот сейчас делаем эту ножку, шлифуем, сверлим. Мне Лариса говорит, перехватил инициативу. Теперь девочки скажут, что я не одна делала. А мне вот сроду и не надо. Я просто решил помочь своей любимой женщине. Ну вот, вы посмотрели наше видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Поддержите нас комментариями, лайками. Вам не трудно, а нам очень приятно. Это все-таки наш труд. Титанический такой труд, надо сказать, с одним столом. Всем пока-пока, всем хорошего настроения. Если у вас дома есть старая мебель, вы ее не выбрасывайте. Из нее всегда можно что-то сделать. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok